всем приветики в этом видео будет обзор на вот этот вот цифровой вольтметр в прошлый раз я его распаковывал а сейчас на него будет обзор тут я выложил провода которые отображают его схему подключения подключался вот по такой схеме с дополнительным питанием потому что благодаря дополнительному питанию больше диапазон измерений без дополнительного питания диапазон измерения вот такой а с дополнительным он уже побольше плюс по идее с дополнительным питанием измерения должны быть более точными ну и как бы вот по этим проводам приходит отдельное питание в сам вольтметр но здесь в этот штекер подключаются три провода. Третий провод это еще одно питание дополнительное. Ну то есть, помимо того, что к нему приходит свое питание отдельное, у него еще есть провод дополнительного питания, который берется с измеряемого устройства. А это провод как раз таки на измеряемое устройство. То есть, с этого провода плюс, с этого разъема плюс идут сразу на измеряемое устройство. То есть, сюда подается отдельное, специальное питание, именно для вольтметра. А то питание, которое мы хотим измерить, оно подключается в этот разъем и выходит из этого разъема. Мы как бы в разрыв цепи между питанием и измеряемым устройством вставляем в вольтметр. И сюда подключается плюс, который идет на измеряемое устройство напрямую. То есть, вот он, красный провод, идет напрямую прямо от... сразу от этого разъема на этот разъем выходит. Также с плюса идет дополнительное питание в вольтметр. То есть, кроме того, что в него и так приходит питание свое, еще и отсюда берется дополнительный провод питания. И эти три провода подключаются к нему. Здесь плюс, как я уже говорил, сразу прямо идет, а минус идет через вот это минусовой провод синий, через шунт, проходит через шунт и на выход идет на этот разъем к устройству, которое мы будем подключать. И двумя проводами от шунта подключаемся к разъему для вольтметра. И разъем благодаря этому проводит измерения. Шунт, это как бы я почитал в гугле, там много все расписано, но если коротко, то это резистор с маленьким сопротивлением. И он, шунт как бы, вернее, не шунт, а вольтметр сравнивает разницу между резистором, ну, до резистора и после, ну, или как-то так, и, в общем, ну, в общем, шунт нужен для того, чтобы вольтметр производил расчет. И он просто сравнивает разницу. между сопротивлениями. Ну, более подробно можно почитать в гугле. Я не знаю, может быть, я сейчас неправильно сказал, потому что я особо не вчитывался, я там много всего написано, я так просто глянул мельком, поэтому тут я могу неправильно сказать. вот. И вот по такой схеме работает. Довольно-таки вроде все просто, хоть проводов много, но все в целом просто. И подключение, что мне нравится, через разъемы, очень простое. Сюда вот разъем подал питание, сюда вот разъем подал питание, а отсюда питание вышло. То есть, здесь подключил в работу вольтметр, здесь подключил питание для устройства, которое будет у нас работать, а здесь подключил само устройство. Все. И, что круто, ты можешь быстро менять источники питания. То есть, подать сюда, например, 12 вольт, отключить, подать там 24 вольта, отключить, там подать, я не знаю, 60 вольт. и на выходе тоже. Одно устройство отключил, другое подключил. То есть, быстро можно отключаться, подключаться. А теперь, думай, для всего этого корпуса, то есть, что это все провода будут спрятаны на месте шунтом, просто будет такой маленький экранчик из корпуса торчать. Сбоку два входа, один для него, а второй для для устройства, и выход торчать. Ну, как бы, удобно будет вообще, но это надо умудрить корпус. Ну, а сейчас можно подключить сам вольтметр. Вот он, сам вольтметр. К нему здесь подключается датчик температуры, а сзади подключаются два провода шунта, вот эти вот, разъемчик, и три провода питания, вот этот вот, разъемчик. Ну, вот я подключил. Кстати, провода здесь довольно-таки в этих разъемах сильно болтаются, поэтому я их полностью перемотал изолентой, чтобы они не выскакивали. Вот так вот они подключаются. Ну, а дальше можно подключать, подать питание, к примеру, на этот провод. И сразу заработает вольтметр, потому что на него уже придет питание. Вот он включается. Здесь у него отображается напряжение в вольтах. Здесь ток в амперах, здесь ватт, здесь время работы, здесь амперчасы. Кнопкой меню переключаем на ватт-часы. Все, кнопка меню больше ничего не делал, только амперчасы и ватт-часы переключает. А удержание кнопки меню сбрасывает все, что оно насчитало, на ноль. Удерживаем, и оно все сбрасывает. А здесь прочерк, это температура, которая начинает отображаться, когда подключаешь датчик температуры, который тоже идет в комплекте. это такой вот кусочек сплава. Видимо, тоже какое-то термосопротивление, и оно по нему определяет, как работает. Вот как только подключили, сразу появились циферки 30. Если сейчас взять в руки датчик, то сразу начнет расти и температура. Потому что руки теплее, атмосфера. Ну, если датчик просто висит в атмосфере, он сразу зарастет с 30 до 33 уже поднялась. Если отпустить, то, соответственно, или положить вот на металл, металл холодный, должно вот начинать охлаждаться. Ну, то есть, работает датчик температуры. Если отключить, сразу, сразу, соответственно, появляется прочерк, и говоря о том, что нечего измерять. Ну, а дальше нам нужно просто подать питание на это у нас получается питание приходит на вольтметр. Его можно уже, в принципе, убрать. Тут все понятно с этим, чтобы меньше проводов было. А сюда подключить питание от блока питания. Здесь рядом блок питания лежит на 12 вольт. Если мы подключаем, у нас сразу показывает 12 вольт. Вот оно пришло. Пожалуйста, 12 вольт. Кстати, правильно показывает. там еще есть сзади калибровка. и ампера подкалибровать, и вольты, если неправильно вдруг что-то показывает. А на выходе можно подключить какое-то устройство. Вот я в данный момент подключил регуляторов оборота двигателя, а к нему подключил моторчик. И теперь, когда мы будем регулировать обороты, мы будем видеть, как меняется ток. Только ток. Амперы. Вольты не увидим. Вот таким вот образом он работает. А вольты не меняется, потому что сначала подключен к блоку питания вольтметр, а после вольтметра уже идет регулятор оборотов. А чтобы менялось и напряжение, то есть в цепи сначала идет вольтметр, регулятор, а потом двигатель. А чтобы менялось и напряжение, чтобы менялось, сначала должен быть подключен к блоку питания регулятор после регулятора вольтметр а после него уже двигатель тогда будет меняться еще и напряжение сейчас можно это продемонстрировать ну вот в данный момент я решил убрать лишние провода чтобы не загромождать кадр что более понятнее было это вход в питание но на вольтметр всегда подается она уже нам не надо это вход в шунт а это выход из шунта ну а это собственно блок питания который подается на устройство как раз таки вот он блок питания приходит должен приходить сразу на мотор в цепь мы вставляем регулятор между ними и вольтметр то есть сначала к блоку питания подключается сейчас к измеряемой блоку питания подключается регулятор оборотов затем вольтметр получается в цепи подключен а после вольтметра идет моторчик то есть вот она цепь с блока питания идет в регулятор оборотов с регулятора оборота в вольтметр с в вольтметра в моторчик и таким образом теперь вольтметр стоит после после регулятора оборотов и вот сейчас когда мы начнем регулировать обороты мы увидим не только как меняется ток но и как на меняется напряжение там еще не крутится только уже большой почему очень большой 256 потому что пусковой ток то есть начинается подаваться большая нагрузка пытаясь провернуть мал вал на таком маленьком напряжении она не может провернуть и нагрузка очень сильно большая когда подадим напряжение больше потом уже начинают потихоньку крутится сразу нагрузка уменьшается добавляем потихонечку растет напряжение ну и ток теперь постепенно растет уменьшаем и кстати мощность тоже растет по ватам такая вот работа сразу видно видно как действительно работает вольтметр но почему-то вольтметр не хочет работать со всеми устройствами то есть с таким простеньким регулятором он работает когда стоит после него но вот сейчас мы сменим это устройство регулятор оборотов на контроллер и почему-то вот именно с контроллером вольтметр не хочет работать вот он контроллер про которое недавно снимал обзор в него приходит с блока питания напряжение выходит заходит в вольтметр с вольтметра на двигатель ну просто мы убрали из цепи регулятора поставили контроллер и вот с ним почему-то она после него не хочет работать до него понятно она работает но это именно после него почему-то он как-то так регулирует что вольтметр ничего не понимает вернее он понимает но очень странно все прыгает дергается то есть вот например включаем подачу питания сейчас все по нулям даем пять процентов уже пошло напряжение и ток пошел но здесь она не показывает постоянно как на том маленьком регуляторе оборотов а прыгает постоянно 0 16 там 0 1 и 2 хотя не может быть 0 если сейчас померить мультиметром там напряжение будет постоянно ну например к примеру ток постоянно если только есть то напряжение может быть 0 уже хоть какой-то ток но есть и он не падает постоянно здесь постоянно прыгает начинаем давать больше здесь начинает уже больше и тока поступать и напряжение больше но она прыгает еще больше мотор еще до сих пор не двигается вот он 20 процентах мотор пошел двигаться то есть уже понятно что на него напряжение идет и соответственно только он какой-то потребляет но здесь она постоянно прыгать 0 3 0 2 3 3 9 4 2 1 2 1 6 1 2 3 8 4 3 то есть она постоянно прыгает вот почему так я не знаю и причем на разных то есть от нуля и по разным циферкам побежала прыгать более-менее более-менее правильно показывать только тогда когда набираешь полную мощность когда сто процентов когда она здесь показать 12 вольт и уже ну или одиннадцатом чем-то и уже стоит и никогда не прыгает ада а пока мощность не полная но постоянно прыгает почему так видимо контроллер такой хитрый ну вот все же не может быть одиннадцать вольт еще только половина только сейчас на сто процентов она успокаивается и стоит показы постоянно когда уменьшаешь хотя бы на чуть-чуть все пошло гулять 98 почему так я не знаю почему-то именно вот с контроллером видимо контроллер что-то такое делает из-за чего вольтметр не понимает что происходит и постоянно меняется и показания ну вот теперь по цепи даже видно что сначала вот питание подключен к вольтметру он здесь уже показывает 12 вольт то что с ним с блока питания сразу сюда приходит 12 вольт с вольтметра выходит заходит в контроллер а с контроллером заходит на на двигатель питания и вот сейчас с вольтами естественно будет порядок потому что с блока питания не всегда приходит одно и то же напряжение а вот так будет меняться потому что мотор сейчас начнет употреблять ну вот когда подключаешь до этого контроллера тогда все нормально вольтметр работает правильно ничего не прыгает ничего не скачет прямо так сильно от нуля ну то есть такого нет вот так вот работает таким вот образом работает вольтметр с какими-то приборами все довольно таки просто цепь подключил а дальше в разрыв цепи вставляешь и все показывает но это его не все возможности еще есть регулировка кану калибрации калибровка вольтажа и ампеража но небольшая на 0 05 минус вольта и плюс минус 0 5 вольта короче на 0 5 в минус и на 0 5 в плюс на вольтах и где-то на 1 и 5 в минус и плюс на амперах не саде есть такие специальные крутелки для этого для наглядности я решил снять крышку такая вот у него заза крышка на ней тоже есть схемка но она без дополнительного питания 4 болтика внутри вот и корпус вот он такой в нем все и лежит сама плата выглядит таким вот образом тут немножко провода не хватает таким вот образом выглядит плата экранчик кнопочка и с той стороны контактики 3 и 2 контактика с этой стороны мы можем видеть что у нас вот такая вот плата даже какие-то на ней микросхемки стоят которые на которых тоже написано и кивейси то есть и фирменная получается у них фирменные детальки и вот так вот здесь все видно где-то припой еще осталось но в целом применено вроде нормально выглядит и вот собственно вот этими вот крутилочка маленькими двумя можно регулировать первой вот этой первой напряжение а второй ток кнопочка служит для того чтобы сбросить ток то есть если у вас даже ток 10 ампер показывает то есть вы нажмете эту кнопочку и будете удерживать его сбросить до нуля а что потому вернуть тогда все отключаете когда показывает ток 0 опять удерживаете и тогда она то значение 0 примет за за 0 вот и в данный момент можно это протестировать но скажу сразу что вот эти вот крутилочки маленькие они очень хрупкие их их сильно погнул то что здесь металл очень мягкий на них очень слабенький и когда начинаешь их регулировать не сразу гнуться и чтобы их выровнять мне приходилось одну отвертку засунуть под железяку приподнять ее а второй в разравнивать и потом когда разровнял ее повыше приподнял что подвертка больше там пространство имела вот и в данный момент можно сейчас протестировать вот добавить например можно отключить мотор наверное просто добавить вольт и чтобы мы увидели что у нас просто 12 вольт и подрегулировать вот первым первый вот этот вот регулятор чик если его мы его курсим в эту сторону получается если так вот смотреть то правее крутим о форму то есть то есть но данный момент если вверх его крутим то мы уменьшаем а если сюда в эту сторону вниз то увеличиваем вот 25 26 было 12 в ту сторону 11 6 в эту сторону 12 6 то есть как раз как я и говорил на полу вольта но в минусу в плюс это она до крайнего положения сюда это минус плюс а до крайнего положения вверх это минус по середине это как раз таки значение по умолчанию ну она правильно показывает сейчас покрутил уже опять она погнулась не знаю видно вам там или не видно но уже вот эти два краешка верхняя если но как бы виде крестового под крестовую отвертку и они уже загнулись тут тут просто то что я покрутил это у нас были вот теперь же правильно показывают амперы тоже можно подрегулировать даже нужно включить мотор можно дождать ему небольшой ток что больше ампер был чтобы нагляднее было вот небольшой тогда мотор не крутится но ампер много то есть три ампера сейчас уходит по идее мотор должен греться потому что он на максимальных оборотах берет 1 и 9 ампера сейчас стоит и берет 3 2 то есть он греется сильно он должен по идее греться вот и крутим нижнюю стала 164 теперь 5 это на полтора ампера добавляет вот 504 с поставим на середину 337 а было 504 ну то есть вот на на 1615 16 я так добавляет то есть дом такие побольше чем в в вольтах нас перси добавить на прошлый раз был поменьше я видимо немножко перекрутил и еще забыл показать кнопочку как работает сейчас добавим вот теперь правильно так надо дать ему тот ток который был пусковой большой так 320 теперь нажмем и удержим кнопочку на 324 сейчас станет 0 нажимаем и держим где-то секунду три-четыре все 0 хоть она и работает на спир 0 то есть это происходит карибровка то есть если недостаточно вот этой крутелочки то мы можем сбросить на 0 кнопкой а теперь чтобы вернуть значение вот честно выключили мотор полностью теперь 0 0 вот теперь еще раз зажимаем и но текущее значение 0 примет за 0 и вот теперь все будет нормально вот таким вот образом работает калибровка ну а вот так вот вольтметр выглядит в сборе и его калибровка уже находится вот здесь они кстати два эти регулятора сразу же погнулись когда их начал крутить и я просто посередине между железякой и платой между ними там есть небольшое отверстие я туда отвертку вставлял и по краям другой отверткой разравнивал их и поднял повыше чтобы отвертка подальше садилась что когда когда отвертка слабо захватывается за грани она вообще очень быстро их ломает так она подальше туда заходит и медленнее это все происходит и это неприятный момент то что ну вот такое такой слабенький здесь металл на этих регуляторах хотя с другой стороны ты просто когда подключишь вольтметр сравнишь показания с мультиметром если что-то расходится один раз настроишь и все и забудешь про это и тебе не нужно будет наладить но все равно такой момент есть это немножко неприятно также из минусов здесь то что наверное датчик температуры короткий то есть если сам вольтметр можно далеко отнести проводами то температуру ты далеко не унесешь а если например разрезать его и удлинить то наверное показания долго будет доходить до ну с датчика долго будет доходить до вольтметра хотя я не знаю вот и что еще кнопка меню бесполезная потому что она никаких функций особо не выполняет а то что она там переключает аппер часы и ватт часы их можно цифры могли бы просто сделать поменьше вот такими тогда все вместилось не надо было чем не переключать сверху например были бы маленькие циферки ну как-то повыше это поднять сюда два таких циферки разместить и тогда все вырезало не нажимал не нужно было бы переключать кстати когда питание отключаешь она запоминает время и амперово часы а чтобы их сбросить тогда уже нужно нажимать удерживать кнопку меню хотя могли бы сделать чтобы она и не сохраняла выключить выдернул ну то есть кнопку меню можно было и не добавлять ну то есть она особо не нужна и кстати сейчас шунт не подключен и без шунта она показывает 130 ампер то есть шунт это как часть вольтметра она только выносная и без нее соответственно вот работа неправильная он показывает 130 ампер хотя к нему сейчас вообще ничего не подключено вот 0 вольт но 130 ампер хотя ничего не подключено а все потому что нету части внешней части которая должна быть подключена то есть это как резистор но только внешний соответственно без него 130 ампер показывает а с ним все пожалуйста все как надо работает ну и вот и а так больше здесь ничего ничего больше нету все все его функции они вот на экране так что на этом все такой вот вольтметр довольно таки хороший и если бы не проблема с контроллером я не знаю почему так если с контроллером бы тоже все отображал бы четко тогда вообще был бы крутой так вроде бы хорошая вроде бы и не сильно потому что почему-то с контроллером не хочет работать такие дела вот но на этом все всем покидава власть ну а ну а ну и Продолжение следует...